Вот эти самые казаки, только другого цвета, но другие, после битвы под Малоярославцем чуть не взяли в плен Наполеона. Идущие на ЕГЭ, приветствую вас. Как вы поняли, сегодня речь пойдет о тех казаках, которые воевали в кампании 1812 года. И не только казаках, кстати сказать. В прошлый раз мы говорили о казаках 17 века, это фактически сухопутные корсары. Разбойники, которые единственное, что грабили тех, кто был против России. Кстати, не всегда Россия это одобряла, но это было в прошлый раз. При Екатерине II и тем более при Александре I казаки стали отдельным сословием со своими привилегиями, со своими обязанностями и встроенными в структуру государства. Там уже не было таких вот полуразбойничьих акций. Казаки по-прежнему были ополчением. То есть, оно официально называли казачьим войском, но они выступали на войну со своим оружием, на своих лошадях. Если не на своих, то на станичных. То есть, фактически соседи им давали этих лошадей в склачину. Если не хотели давать, то казаки шли в так называемые плустуны. То есть, казацкая пехота использовались как разведчики. Поэтому рекрутская повинность там была не нужна. Все равно эти станицы выставляли своих воинов. Главное, казаки не были крепостными и поэтому четко отделяли себя от крестьян, которые крепостными были. Казаки все служили по списку. Соответственно, не принимали к себе больше беглых, как это было в 17 веке. То есть, фактически дееспособным оказался тот самый реестр. Те самые реестровые меры, которые принимала еще Речь Посполитая в 17 веке. Вот Российская империя реализовала приблизительно их. Но казаки по-прежнему считали себя прежде всего воинами. Поэтому с детства учились владеть оружием, ездить верхом и делали все это мастерски. Недаром Наполеон их называл, как называл, лучшей легкой кавалерией в Европе. И пытался их воспроизвести, используя для этого польских шляхтичей. Ну, не получилось ничего. Казаки уникальны. Но форма на мне не совсем казацкая. Почему Отечественную войну 1812 года считают всенародной? Из-за партизан? Ну, надо сказать, что партизаны Отечественной 12 года и Великой Отечественной это разные вещи. Партизаны, которые воевали против Наполеона, это в основном регулярная кавалерия. Кстати, и казаки туда тоже относились. Но войсковые легкокавалерийские команды, которые засылали в тыл французам. Иногда французам также оказывали сопротивление местные силы самообороны. То есть, крестьяне, которые не хотели отдавать фураж, еду и что-то такое. Иногда они воевали вместе. Регулярные партизаны и вот такие вот крестьянские войска самообороны. Кстати сказать, не всегда вместе. Иногда крестьяне гоняли и тех, и других. Но дело не только в этом. Кроме партизан и кроме таких вот крестьянских отрядов существовало отдельно ополчение. Народом ополчение называлось, потому что формировалось на народные средства. Каждая губерния должна была сформировать хотя бы один полк на собранные добровольно пожертвования. То есть, в основном деньги купцов. Однако одевали ополчение в форму, очень похожую на казацкую. Почему? Французы казаков боялись. Поэтому у ополчения вот такие вот казацкие шапки. Понимаете, вот это вот все, это лишняя ткань, которая говорит о том, что казак богатый. У богатых казаков вот эти вот колпаки опускались до плеча. Да, учитывая, что ополчение покупало форму централизованную, то здесь все-таки сделали не настолько длинные колпаки. А современные казацкие шапки, где все вот так вот плоско, это во время Наполеона была форма плостунов. Вот тех самых, вот тех самых неимущих казаков, у которых денег не было на свою лошадь. Ну, соответственно, на шапку нормальную тоже денег не было. Лишняя ткань, конечно же, была вот в шароварах. Нормальные казацкие шаровары века там 17-го, в них пятерых казаков еще можно было поместить. Здесь все-таки немножко сэкономили. Но все равно это не обычная кавалерийская форма. Те же гусары, как настоящие парни, ходили в лосинах. Тогда они действительно делались из кожи лося. Но лосины делались по мерке. А вот такие шаровары мало того, что были похожи на казацкие, так еще и могли шиться на практически на любого солдата. Что на широкого, что на узкого. Единственное, что рост нужно было чуть-чуть подогнать и все. Набирались вот такие вот ополченцы из крепостных, которые тоже получали от народа. Ну, то есть их любезно предоставляли помещики. Но если такой ополченец погибал, то помещик получал свидетельство и на такое количество крепостных, которые у него погибли в ополчении, освобождался от рекрутов и повинности. То есть считалось, что рекрутов он уже сдал. Ну, а если ополченец выживал, то после войны обратно в крепостные, пожалуйста, землю пахать. Естественно, сдавали самых буйных и надеялись, что они не вернутся. Почему же тогда ополченцы возвращались потом обратно к пахоте? Солдаты считались лично свободными. Сам факт их принятия на службу, не 25 лет службы, а сам факт принятия их на службу освобождал от крепостной зависимости. Потому что считалось, что ополченцы не участвуют в боевых действиях. Пешие ополченцы в основном рыли шанцы, строили землянки, участвовали в качестве санитара в битве. То есть действительно, они сами редко ходили в штыковую атаку. Конные ополченцы, в данном случае это форма конно-черниговского ополчения, гоняли фуражеров, то есть идет небольшая группа французов там за сеном крестьянам, а тут их ополченцы встречают, вяжут и, пожалуйста, и увозят и так далее. Но иногда ополченцы могли принять участие и в достаточно жарком деле. Итак, кто ж такие ополченцы? Это, конечно, всенародный ответ на наполеоновское вторжение, но при этом сами они добровольцами не были. Их на купеческие деньги посылали помещики. Но могли не быть, а могли и быть. Например, в данном случае, еще раз повторяю, форма черниговского ополчения. Официальное ополчение. Но, с другой стороны, незадолго до войны в Чернигове было свое казацкое войско. Не надо думать, что это только украинцы. Черниговское губерния тогда включало значительную часть Могилевской и Брянской области по нынешним временам. И в ополчение пошли бывшие казаки, которые воевать умели, которые официальные ополченцы. По форме похожи на казаков, по стилю сражения похожи на казаков, по выучке в принципе тоже. И поэтому вместо одного полка Чернигов набрал несколько полков, в том числе несколько конных. Поэтому грань, на самом деле, между казаками и ополченцами была иногда достаточно стерта. Но все они очень сильно отличались от регулярной кавалерии. Потому что индивидуальные качества, индивидуальные умения всадника это одно. А вот умение сражаться строем, умение перестраиваться, умение атаковать по науке это уже другое. И вот это мы учили регулярных всадников. Если, скажем, французский гусар против русского казака не выдерживал, то русский полк казаков против французского полка гусар обычно не выставлялся. Потому что вполне понятно, кто одержит веру в данном случае. Как вы понимаете теперь, во всем нужна система. И в конном бою, и в подготовке к экзамене. Если самому не получается ее создать в голове, то Тьютор Онлайн вам в помощь. Конкретно я. Я тоже преподаю историю на Тьютор Онлайне. Ну, конечно, не в таком виде, но вам важен голос, а не форма. Если вам понравилось конкретно это видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да хранит вас на экзамене ваш разум. Тренируйте его. Тренируйте его.